Еще одна схема времен семьи благополучно процветает в Киеве. Связана она с сомнительным строительством на территории бывшей воинской части рядом с национальным парком Голосеевский лес. Почему силовики прикрывают застройщика, а власти попросту пытаются закрыть на эту историю глаза, расскажет Елена Зорина. Пешим ходом с плакатами они идут к забору с колючей проволокой. Так активисты организации СтопКоррупции решили узнать, почему застройщику рядом с Голосеевским лесом запреты нипочем. В конце июля работы здесь приостановили, разрешение аннулировали. Но тем не менее, тут периодически появляются какие-то строители. Мы увидели там колючий дрит, потрапить на территорию мы не можем. И в связи с этим будем обратиться к правоохранительным органам, для того, чтобы все-таки осознать, что происходит. И уже потом не будет такой дискуссии, незрозумимо с кем через паркан. Просто люди зайдут на территорию и влаштуют там наметовое место. Эта история тянется уже несколько лет. Стройку развернули на территории бывшей воинской части. Здесь планируют возвести 13 высоток. Уже вырубили березовую рощу рядом с лесом и вырыли котлован. Местные жители устраивают круглосуточные дежурства и протесты. Уверены, стройка уничтожит и их лес, и сам микрорайон. Это будет коллапс для Киева в целом. На этих 4,5 гектарах планируется побудовать житловий комплекс на 3327 квартир. В микрорайоне тысяча квартир. Тут одна единственная дорога. Тут нет школы, тут нет лекарств. Сегодня техника молчит. Но совсем недавно здесь было жарко. Убивают! Убивают! Полиция убивает! Протест местных жителей против заезда строительной техники перерос в конфликт с полицией. Все это произошло тогда, когда работы уже были запрещены. Здесь были эти тушки, люди проплаченные. Полиция начала оттеснять, блокировать именно наше движение по этому переходу. Я весь синий был, все руки. И это почему? Потому что здоровые хлопцы нас в полицию набрали. И крутили 5-6 человек. Заказчик этого строительства – служба безопасности Украины. А вот жилье здесь якобы для атошников, так ранее утверждали в ведомстве. Сегодня наш запрос так и оставили без ответа. А вот что рассказывает застройщик. Как раз этот участок земли и подходит по всем параметрам для строительства жилища. На сегодняшний день проводится корректировка данных. Строительные работы приостановлены. И как только будет получено обновленное разрешение на строительство, работы будут продолжены. Журналист Татьяна Силина провела свое расследование. И выяснила, строить на этих землях ничего, кроме воинской части, школы или аптеки, нельзя. Таково ее целевое назначение. А вернувшимся из АТО достанется лишь 10% квартир. Остальные продадут по жирной рыночной цене. Сделка, которая началась еще во времена Якименко, Януковича и Азарова, продолжается по сей день. Корни этих компаний, которые ведут застройку, уходят в офшоры. Строительство продавливается на всех уровнях. Решаются вопросы во всех органах государственной власти. Ну и плюс, конечно же, фактор СБУ. Местные жители сдаваться не намерены. Хотят, чтобы здесь был парк. Протесты продолжат. И технику на объект обещают не пускать до тех пор, пока застройщик не откажется от своих незаконных планов. А мы будем внимательно следить, как и кто эти планы будет корректировать по закону. Елена Зурина, Никита Исайко. Подробности телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok